Это программа День с толком в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте, смотрите выпуски. Правда или нет, общественники Барнаула вновь обеспокоены, что в черте краевой столицы вырубают лес. Архитекторы будущий фасад критикуют. Хоть орла путь нарисуют, мне без разницы, лишь бы работал. Так каким будет внешний облик нового дворца спорта? Болельщики просто сходят с ума. Мы пришли и проигрывали наши ребята 2-0. И в конце концов выиграли. Это классно. На сельской олимпиаде в Колунде все как на соревнованиях мирового уровня. Общественники города снова бьют тревогу. В сети появились фото новых лесных вырубок, на этот раз прямо в черте Барнаула. Эти снимки сделал известный орнитолог Алексей Эбель. Накануне он обнаружил в Барнаульском бару поляну пеньков и десятки стволов деревьев, лежащих в куче. Каждый ствол аккуратно подписан. Автор фото назвал это промышленной валкой леса, обратив внимание, что нигде не указано, кто ведет рубку. При этом Алексей Эбель подчеркнул, что все это находится недалеко от широкой просеки и тропы здоровья. Позже мы выяснили, что территория, где заметили рубки, находится в аренде у одного из лесоперерабатывающих предприятий. Нам удалось взять комментарий эксперта по этому поводу. Рубки там ведутся на основании действующего законодательства. Мы не раз говорили, что сама идея, когда зеленые зоны, лесопарковые зоны передаются в целях промышленной заготовки древесины, она не совсем верна. Поэтому сама по себе рубка очевидно законна, формально законна. Но ее целесообразность, необходимость и как она проводится, вот это требует внимания общественности, органов власти и средств массовой информации. Кстати, в городе-курорте Белокуриха участники круглого стола Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды как раз обсуждали, как сохранять уникальные природные территории. В центре внимания были и ленточные бары, и водные ресурсы Алтайского края. Серьезный разговор был посвящен сохранению природных богатств и вопросам надзора. Большой интерес вызвало создание новых национальных парков. Один из них, Тогульский, должен появиться уже в 2020-м. Подробности в нашем сюжете. Проведение таких выездных совещаний, которые позволяют более тщательно изучить ситуацию, стало обычной практикой. В июне наш регион посетили представители Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. И вот сегодня в Алтайском крае работают депутаты Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. На мероприятие пригласили не только сотрудников федеральных и региональных министерств и ведомств, но и глав городов, районов, которые также заинтересованы в решении экологических проблем на своих территориях. Серьезный заинтересованный разговор, диалог законодательной и исполнительной власти. Обсуждали проблемы, искали разные пути их решения, включая усовершенствование законодательной базы. Еще одна тема касалась создания в нашей стране особо охраняемых природных территорий федерального значения. Всего их предусмотрено 24. Известно, что в Алтайском крае в ближайшие годы появятся два национальных парка – Тогул и Горная Колывань. Если говорить о сроках, то открытие Горной Колывани значится в планах на 2023 год. Тогул, который расположен на территории сразу трех районов – Ельцовского, Заринского и Тогульского – получит финансирование уже в 2020. Важно, чтобы это все было логично, системно, выстроено с учетом позиций и интересов жителей, которые проживают в регионе. И способствовало и сохранению природных богатств Алтая, их развитие, развитие экологического туризма и так далее. Создание особо охраняемых природных территорий – это возможность привлечения в Алтайский край дополнительного финансирования. Новые рабочие места, создание инфраструктуры, приобретение техники – все это будет обеспечено за счет средств федерального бюджета. Для каждого национального парка, который сейчас включен в федеральный проект, предусмотрено финансирование как на первоначальные организационные работы, так и на первичное материально-техническое оснащение, и также на выполнение государственного задания как на первый год, так и на последующий в том числе. И сейчас, по мнению властей, основная задача – это донести до жителей перспективы, которые открывают заповедные зоны. В районах уже проходят публичные слушания. Сегодня у людей, безусловно, есть вопрос, то есть с теми ограничениями, которыми они столкнутся, что они получат взамен. В том числе такие вопросы, как собирательство, как дикоросы, эндемики, которые присутствуют на этих территориях, и даже выпуск крупнорогатого скота. Это все то, что формирует благо каждой семьи, то есть фактически это экономика каждой семьи. Поэтому вот с этим вопросом я считаю, что необходимо работать достаточно серьезно. И вопросы, то, что это будет разменено на тот туристический поток, который образуется в рамках создания национального парка, жители не всегда верят этой перспективе. Поэтому сегодня этот вопрос был задан и федеральному министерству. Этот вопрос будет обсуждаться в Комитете по экологии. И этот вопрос будет отмечен в той резолюции, которая будет формироваться по итогам сегодняшнего заседания. Проведение таких встреч и дискуссий способствует взаимопониманию, что немаловажно, выработке взвешенных решений, которые соответствуют реальной жизни в регионах. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. А вот решение, каким быть в итоге новому генплану города, пока не принято. Между тем, 15 июля истекает срок подачи поправок и пожеланий к проекту. Но общественники обеспокоены. Важнейший документ остается непонятым большинству простых горожан. Да и у специалистов к нему остается масса вопросов. Сегодня депутаты городской думы и краевого законодательного собрания вместе с городскими чиновниками и другими экспертами постарались прояснить многие спорные моменты будущего документа, рассказывает Илья Кочетков. Вопросов остается больше, чем ответов. Организаторы общественных экспертных слушаний говорят, обсуждению и внесению поправок очень мешает то, что на этот раз городские власти отказались от публичных слушаний. Вместо этого документ разместили на сайте городского комитета по архитектуре. Высказывать пожелания тоже можно по интернету. Но диалога с разработчиками плана все равно нет, хотя вопросов слишком много. Общественность очень беспокоится по поводу лесных и зеленых насаждений. Также не покидает людей беспокойство. Тут же вопрос ТБО, размещения полигона. И несмотря на то, что в генеральном плане не предполагается, по новому проекту генерального плана, однако это не снимает тревоги у людей. То есть если он будет за пределами городского округа, то насколько тарифы, как это повлияет на тарифы. Представители городской администрации, которые пришли на слушание, сразу заверили. Нынешняя редакция генплана многие из прежних опасений учитывает. Отдельно остановились на проблеме мусорного полигона. Хотелось бы отметить, что в границах городского округа города Барнаула размещение полигона ТКО не предусмотрено. А вот с лесными массивами все оказалось не так просто. Застройка территории медицинского кластера, расположенного в Нагорной части, потребовала разъяснений. Оказалось, строительство медучреждений возможно, но пока не запланировано. В целом участники обсуждения надеются, что подобные мероприятия позволят хотя бы в какой-то мере разъяснить заинтересованным горожанам суть проекта генплана. Ведь до окончания приема поправок и замечаний остается совсем немного времени. А между тем барнаульские архитекторы раскритиковали новый фасад Дворца Спорта. По их мнению, сине-белая цветовая гамма вместо голубой нарушит архитектурный ансамбль центра города. Напомним, глобальная реконструкция Ледового дворца началась весной этого года и планирует завершиться к осени. Успевают ли рабочие сдаться в срок? И о новом цветовом решении в репортаже Валентины Аскеровой. Идет фантажная работа по тому, чтобы подвешивать куб. Именно это тоже такой очень серьезный конструктив. Сегодня мы начинаем фасад с правой стороны. Видите, работа крана. Левую сторону мы уже зашили. Вместо окон пластик, вместо голубого цвета – темно-синий. Главный спортивный объект края преображается не только внутри, но и внешне. Уже к осени фасад дворца обошьют синий-белыми сэндвич-панелями. Такое решение оправданно, считает руководство, ведь оно соответствует цвету главной хоккейной команды края – Динамо Алтай. Вот только для градостроительного совета города это не аргумент. Новая расцветка их возмутила. Бедный дворец спорта. Совершенно очевидно, что новые фасады хуже старого образца и абсолютное непонимание градостроительного контекста. Историческую ценность имеют мозаичные панно и стильный логотип наверху. Это нужно сохранять и тактично включить в решение фасада. После волны негодования проект фасада решили скорректировать, как пока еще обсуждается, пояснил управляющий директор Ледового дворца Евгений Якунин. Читая комментарии, никто не критикует на самом деле. Если мы говорим про градостроительный совет, наверное, только одни критиканты у нас. А так молодежь в ВКонтакте, в Инстаграмах, везде говорят, что, конечно, нужен современный, качественный новый фасад здания. Потому что то, что было построено 70 лет назад, давно уже устарело. Мы тоже решили спросить горожан, как они оценивают цветовое решение. Синий получше будет, как-то поизящней, как по мне. Поярче? Да, поярче. Новых красок добавят. Вполне, почему нет. Насколько я слышал, будет новый дворец. То есть никакого супермаркета не будет. Это самое главное? Это самое главное, да. Хоть орла пусть нарисуют, мне без разницы. Лишь бы работал. А заработать по всем срокам он должен осенью. Несмотря на то, что сдана самая важная часть, демонтированы деревянные перекрытия, установлены новые, остается еще много работы. Предстоит установить новые трибуны, заменить коммуникации, построить современное ледовое поле. Руководство, конечно, не утверждает, но надеется, что уложится в срок к концу сентября. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Глобальные изменения ожидают и барнаульский футбольный стадион «Динамо». Он должен соответствовать всем нормам УЕФА. Кстати, спортивный объект уже начали реконструировать. Частично заменили газон, который не меняли более 10 лет. Появились новые рекламные конструкции. Из Санкт-Петербурга доставили ворота. Старым, к слову, было не меньше 30 лет. Скоро их будут устанавливать, а пока готовят для этого площадку. Вторую жизнь обретет и центральный вход на стадион. Его сделают в стиле ретро, но оснастят современными технологиями. Установят стационарный пропуск, пропускной пункт с металлоискателями. Если все пойдет по планам, то в августе, в сентябре начнется строительство. И в этом году мы закончим. И барнаульцы увидят уже новую входную зону на стадион. А тем временем в селе Кулунда буквально час назад открылась летняя олимпиада сельских спортсменов Алтайского края. История этих без преувеличения самых любимых сельчанами соревнований началась 40 лет назад. И с тех пор ни разу не прерывалась. Сельскую олимпиаду ежегодно проводят в новом районе, а через сито отбора проходит около 5000 жителей края. Кстати, первые состязания уже состоялись. Подробнее в сюжете. Болельщики сходят с ума. Тут все как на крупных соревнованиях чуть ли не мирового уровня. Разве что с приставкой «Сельские». За своих болеет огромная армия фанатов. Самые кричащие, благовещенцы, мамонтовцы, фибрихенцы. В женском волейболе удача сегодня была на стороне Змейногорского района. Со счетом 3-1 он победил Быстроистокский. На футбольном поле победы в своих матчах отпраздновали Мамонтово и Кулунда. А вот стометровку быстрее всех пробежала Жанна Уколова из Смоленского района. Участвую в Олимпиаде, наверное, с 2004 года. Выигрывала постоянно 100-200, эстафету, когда получалось с девочками команду хорошую набрать. Потом был перерыв. Я вышла замуж, родила ребенка и вернулась. Кстати, к Олимпиаде в Кулунде построили игровые площадки на стадионе «Локомотив», установили новые трибуны, уложили легкоатлетическую дорожку. Продлится сельская Олимпиада до воскресенья. За это время спортсмены разыграют медали в 11 видах спорта, в их числе футбол, баскетбол, волейбол. И, кстати, очень хорошие шансы на успех сейчас у Благовещенского, Поспелькинского и Смоленского районов. Ирина Корчакина, Алексей Янкин. День с толком. В ближайшее воскресенье стоит быть аккуратным. На улицах города прольется много воды. В стране отметят самый мокрый день – День Ивана Купала. Например, в Бурнаульском зоопарке устроят хоровод «Сила» и огненное шоу. Но отмечать старинный языческий праздник будут, наверное, во всех дворах. Бурнаула. Кстати, перед тем, как обливать людей, мы решили спросить, а как вообще к этому относятся прохожие. Ну, я бы поняла. Я бы не стала обижаться. Если бы, конечно, не на работу шла. А сами способны кого-то облить в этот праздник водой? Ну, да, конечно. Ну, конечно, естественно, нет. Ну, конечно, только не детей, не беременна женщина. Ну, там, кого-нибудь таких, ну, своих. Сама бы облила бы. Это была молодость. Конечно, было интересно. Мы собирались на речном вокзале. Там раньше был, ну, пляж. У нас это вырождается в небольшой такой быдло-праздник. Ну, а разве вы бы не испытали удовольствие, если бы кого-то вот облили ледяной водой из ведра? Нет. Со стороны, конечно, приятно всегда смотреть, когда кто-то над кем-то издевается. За спору нет. И еще немного полезной информации. Крупнейший в Сибири производитель косметики и бытовой химии Ренессанс Косметик после победы на региональном этапе конкурса стал лауреатом федерального этапа национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». На федеральном уровне в конкурсе участвовало более 200 компаний. Добавим, что Ренессанс Косметик – единственное предприятие по производству бытовой химии и косметики, которому удалось стать лауреатом в номинации «Лучшее предприятие-экспортер». Участие в национальной премии «Золотой Меркурий» безвозмездное. Это в первую очередь говорит о том, что звание лауреата федерального этапа премии – очень почетная награда, которую возможно получить лишь с высокими показателями эффективности и качества продукции. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эволара». У меня к этому часу все новости. До встречи.